привет мои хорошие всем огромный пламя итальянский чао приехала спортивный клуб скоро катюша тоже подъедет в общем никита нормально он уже большой парень он уже сам может принимать таблетки ему сказала как проснешься сразу прими таблетку хорошо и запомнила сколько я приехал позаниматься и тем более я хотела елки-палки я хотела катюша подарок подарить я бы приготовила подарок представляете думал сегодня приеду обязательно кровь из носа подарю и подарок потому что у него было день рождения недавно и блин забыла кинуть в рюкзак представляете не знаю когда в следующий раз не увидимся завтра я работаю потом выходные кто знает кто чем занят плавника кажется лучше поздно чем никогда трехэтажное здание на первом этаже тут супермаркет карри фуры на втором этаже я не знаю что а на третьем этаже наш спортивный клуб вот так парковка тут хорошая бесплатная была бы машина только ничего будет будет машина ну что я как обычно первым котовщик жду катю спортсменка сейчас ехала в автобусе маразм какой-то есть одна табличка где написано 10 правил которые люди соблюдать люди должны соблюдать при карантине знаешь и там написано не помню какой пункт 6 или 7 что здоровому человеку маска не нужна маски должны носить только люди у которых есть насморк там например кашель или или что там еще насморк сопли кашель и чих знаешь когда человек чекает и все а здоровым людям маска не нужна и тут же буквально рядом написано всем облигательные маски знаешь обязательные маски всем это маразм какой-то дебилизм просто-напросто разум если люди не чихают не кашлят то нафига маска я понимаю если человек заходит в автобус например у которого каша или который чихает без маски то люди самые и сами должны быть все как говорится какие-то ответственные но за здоровье всех людей в общем должны этого человека или выгнать с автобуса или одевай маску пожалуйста да ну а что делать а что делать если он без маски заходит с кашлем например сейчас же не просто какой-то грипп говорят же это самое дебиловирус блин знаешь а зачем всем никто из людей не кашлят не читайте все в масках прилиплены как эти знают нравится нравится ну я вот так вот снимала в общем невозможно вообще дышать невозможно я хочу нарушить ужас ужас я хочу без масок причем мне даже ни каличей не было в автобусе я не езжу в автобусе я ездила и давай в автобусе мы с 169 ездили и один дебюль он как да если мама с ребенком садиться рядом в автобусе это уже нельзя надо соблюдать дистанцию потому что саша выглядит уже ну она же взрослая так как вы эти срабавшие в общем такие марасы сейчас происходят просто полном смысле слова ну все мы собрались пошли заниматься пошли как говорится как говорится заниматься спортом и поднимать себе иммунитет национальная география мы с катюш уже отзанимались столики какие на улице поставили что кафе или ресторан раньше я не помню я тоже не помню этого вот это ресторан какой-то на варе вообще столько новых баров открылось в том районе где я жила мы там как-то гуляли вот света приезжала сейчас зайдем капучино выпьем с катушей кофе кофе я что-нибудь еще скушаю вкусненько после спорта да 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 никогда не надо с той стороны наверно все посмотрим вроде как закрыта слушаем бар закрыта и мы сейчас от горя пойдем к турку покупать огурцы бочковые а бочковые они там в банках продали как именно бочковые стеклянные написано бочковые там главное не перепутать потому что одинаковые бренды но вкусные да сейчас посмотрим хочется оливье а ты с бочковых делаешь да а тёщи кати нет а там еще есть валя не доросла еще это тёщи по плане тёщи публики для внучат и любимого дядя мама мама валя какая вкуснота у турка хочет бочковых огурчика взять для оливье нет может быть и просто с тартошечкой выбираю бочковые хрустящие тёща мама галя это все мама галя посмотрим галя тоже такая аппетитная грузинская грузинская надо попробовать я не пробовал только молдав молдавскую пробовал грика обожает все эти наши икру кабачковую вот кабачковую грах грах грох грах хотя не выдержала бриошек взяла вкусный кто пока дойдем до бара кто знает когда и где какой сейчас выберем дойдем катя бедная голодная была дойдет либо до бара а то чтоб не упала голодном обмороке у меня на тот случай всегда есть пакетик с сахаром я часто когда забываю просто поесть поэтому меня федерико всегда спрашивают ты поела забыла до 5 вот какой у нас вид хороший да на этот купол и справа бассейн а да тот бассейн справа коммунальный куда мы обычно сидим посмотрим что за цены там ну идем зайдем интересно вот там наш городской коммунальный пляж вот а вот маленькая маленький пляж это для дет для детей для для лео катюшина а вот этот большой там можно плавать уже коммунальный сейчас узнаем сколько что почем так ну что мы узнали стоит 8 евро но это вместе с лети но это жезлонг шезлонг да по-русски стоит вместе с летину билет стоит 8 евро если ты идешь с утра а если например с десяти часа можно брать определенные определенный билет за 450 но только на два часа те кто живет рядом тут например да вообще кайф приходить на два часа платить 450 всего вот так вот на плаваешься конкретно вообще здорово чем узнали да часто мы сюда приезжали в этот коммунальный пассейн даже когда у меня еще машины не было мы с никитой на велосипеде чухали больше через полгорода это читайте мы еще до центра даже не дошли это почти на другой конец города у нас там был недалеко от нас один бассейн социальный блин но он закрылся где в социальном центре он закрыт и уже жалко давно да только в коммунальный в этот ездить говорили сказать и какие старушки да вот сидят парикмахерские с утра пораньше уже все с прически укладывают волосы галинка говорит бабушка идет с палочкой такая старенькая но зато с такими розовыми волосами да 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 еще так моднявая так идем-то налево так и у бабушки есть подружка тоже старая такая бабулечка еле ходит но такие выкрашенные голубые волосы посприжены вся в украшения умеет ухаживать за собой тут да не теряется чем старость в любом возрасте она должна себе все позволять как это тоже маникюрчик тоже прическу тоже вещицу красивую наша бабушка розария там сколько восемьдесят восемь лет какие-то браслетики ну блин меня честно говоря это восхищает это очень здорово потому что я знаю женщин которые в россии и украине говорят ой мне пятьдесят восемь куда уже что зачем себя старить раньше времени блин и в 58 еще находят свои вторые половинки как говорится и 58 можно ходить да да тоже все да и можно ходить опять же в те танцевальные клубы знакомиться с людьми до нормальной жизни жизни что бабушки дедушки за ручку этот вечер в хоть и ресторан да 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 так еще и с друзьями выходят даже если твой муж например умер ты в таба то блин познакомься каким-то дедом и ходите вечером гуляйте блин шоу вам красивый синий цвет за очень атлас видать атлас так переливается а какие запахи а у нас улица такая зато сколько народу так как у нас верят посиджата и все люди гуляют машины ездят только те у кого есть разрешение и все вот кто живет или по работе а так тут если кто-то какой-то забредет случайно какая-то машина ему такой большой штраф будет кафе верняно 1882 что я не помню чтобы раньше здесь давали бискоти вот я думала что видеть дали печеньки для рабочих дамо здесь я раньше потому что потому что капучино тут 1 евро 40 копеек стоит дороговато конечно дороже чем везде вот поэтому они на печеньке дают кофе возможно слышишь зашла в бар и я оглянулась одни старушки сидят кто-то пьет кофе это просто так сидит там в баре даже бежит и не читает просто сидит ничего у нее нет вот так вот так тут очень часто такие старушки приходят они ладно выпьет кофе в начале только и все и потом они уходят просто сидят там паре как у нас тоже самое людей посмотрите себя показать все вкусное кофе вот мы сколько с катей сидим тут смотрим на прохожих тут очень мало кто одевается именно стильно и если можно увидеть стильных то это вас потом женщин возрасте уже вот на велосипеде видите вот она молодец сильно надета а молодых перед как шортах спортивных но мы потому что со спортивного клуба а также я бы надеваю юбочки платье нет а именно вот молодежь она редко кого можно увидеть из молодых кто стиль надета не в шортах обтягивающего где там пол задницы видны это на самом деле в италии сеньоры да 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 именно именно можно увидеть среди среди пожилого такого среднего возраста уже как сильных женщин вот эти вот какие женщины и в масках блин кошмар какая мадама она вот эти трусики просвечиваются до осуществляется белье шляпки маски такой прозрачном платье откуда-то и куда-то едет какие-то у нас мадамы так это мы сейчас уже до вокзале я провожаю снова катюшу он ждет свой автобус а я потом пойду туда вот перейду через эту площадь площадной на свою на свою шестерку я сейчас обратила внимание что в автобусе одни старушки представляете и одна я среди них без машин ой снизу такой такой ракурс у меня так я уже дома салат цепи делаю вот я сейчас резала порезала помидором с моего огорода а нет это огурец моего огорода помидоры у меня еще не созрели такие большие у меня только маленькие помидорки но их ели кушает потихоньку никита я ему оставляю я уже жду когда мне созревают большие крупный помидор уже на салат и и резала и потом резал огурец и я вспомнила видео старая 2004 видео кристины мотиватора говорила за то что среди вот если брать огурец а помидора ей больше нравится огурец ей больше нравится огурцы я подумал а мне что больше нравится огурцы и помидоры Я вообще не могу, не знаю, не знаю, честно говоря. Наверное, одинаково, мне нравится одинаково, что огурцы, что помидоры. Вот. А вам интересно, мои телезрители, мои подписчики, что вам больше нравится, огурцы или помидоры? Вот мне лично одинаково. Я что одно люблю, что другое люблю. Что по одному, что вместе. Снова себе тот же самый салат сделала. Огурец, помидоры и этот самый, как-то, лук, такой красный лук. А, сейчас я добавлю, знаете что, добавлю укропчик обязательно. Вот, потому что мне всё равно надо сметану закончить. Кстати, решила сметану больше не покупать. Лучше всего, конечно, на оливковом масле делать. Салаты и всё такое. Если я худею, а то сметана, смотрите, 20%. Это жаловатая. Совсем другое дело. С укропом, как говорится, и вкуснее, и ароматнее. Кстати, у меня укроп из Узбекистана. Это сухой укроп, чтобы по-быстренькому. Потому что мой укроп, он уже, всё, он уже на семена только пошёл. Буду семена делать. Свежий укроп ещё можно найти только у свекрови, наверное. Так, я вчера те полотенца кухонные на стирку кинула. Сейчас я повешу и посмотрю, как они. Ну, в принципе, посмотрю, как они, когда высохнут. Вот, какие они мягкие будут, не дубовые. В общем, надеюсь, отстирались. Но я в тот же раствор кинула вторую партию кухонных полотенц, уже другие, в принципе. Посмотрю. Там тоже самый раствор. Может быть, тоже нормально будет отстираться. Посмотрим. Тоже посмотрю, 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 всё посмотрю, посмотрю. Вот, сколько у меня помидор. Прям гроздьями, гроздьями, гроздьями прямо. И Томас сидит. Мы вышли немножко на улицу, чтобы Томас травку пощипал после обеда. Он покушал, всех накормил. Никиту накормила, Томаса накормила, себя накормила. Все довольные. Томас за птицами смотрит, наблюдает. И за мухами тоже. Классно, полдня. Полдня я провела вечер с Катей. Вообще, это так классно. Мало того, что с утра в Палестре наболтались, и потом ещё после Палестре, после спорта я не веду, после спортивного клуба ещё нагулялись, только нашагали. То же самое, тоже самый спорт. И для души, и для тела, и для здоровья вообще супер. Теперь пойти белье размешивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok